Здравствуйте, дорогие друзья! Очень важная тема это аутоиммунная теория шизофрении и других эндогенных психозов. Ну, я так понимаю, шизоаффективного расстройства. Я смотрю информацию на сайте НЦПЗ, научного центра психического здоровья, и, коротко говоря, анализируя их статью, речь идет о том, что с 60-х-80-х годов 20-го столетия проводились исследования о том, что существует связь между активностью аутоиммунного процесса и появлением различных психотических состояний. На основе НЦПЗ был организован лаборатория специальная, которую в настоящее время, с 2013 года, возглавляет Татьяна Павловна Клюшник. Нам понадобится еще эта фамилия. И они выявляют различные маркеры аутоиммунного процесса, которые коррелируют, связаны с этими психозами. Аутоиммунные маркеры, инновационные методы диагностики они изобрели. И основное их достижение – это нейроиммунотест. Это так три слова через ДФИС пишется. И кроме этого, этой информации, я посмотрел еще информацию на сайте доктора Минутка. Это известный психиатр, психотерапевт, который имеет клинику свою. Ну и имеет, видимо, какие-то научные амбиции, поскольку он разработал в какой-то степени, как в противовес вот этого нейроиммунотеста, он разработал свой нейронный тест, он называется. И с указанием на центр Минутка. И, ну не то, что он противопоставляет, он пишет так, что возможности нашего нейронного теста значительно шире, чем нейроиммунотесты НЦПЗ. Но, скорее всего, их можно дополнять, то есть эти два метода могут, в общем-то, дополнять друг друга. О возможностях своего теста он пишет так, что нейронный тест Минутка позволяет уточнить диагноз, особенности течения болезни, определить причины и механизмы развития психического расстройства, решать вопрос о назначении и отмене психотропных средств, контролировать побочные эффекты последних. Мы также можем определить выраженность антифосфолипидного синдрома, степень снижения иммунитета и активность той или иной вирусной инфекции. Вот здесь не очень понятно, это он может определить именно по этому нейронному тесту, или он просто говорит о широких возможностях их клиники. Так или иначе, здесь возникает такой вопрос, да, ну, скажем так, да, мы получили какие-то результаты, да, и что дальше? Послушав вот Татьяну Павловну Клюшников в некоторых ее интервью, она заявляла так, что да, это очень перспективное направление, но пока ничего, в общем-то практически, ну, ничего не может они, ничего не могут они предложить. То есть, по идее, она так озвучила эту мысль, что нужно назначать, да, противовоспалительные средства. Но пока у них, я так понимаю, даже возможности рекомендовать, на уровне даже рекомендации, они это сделать не могут. Либо они не до конца уверены, что нужны именно противовоспалительные средства. Что может предложить, например, клиника Минутка, кроме психотропных средств и контроля за эффективностью этих средств при помощи теста, тоже не совсем понятной статьи, поскольку, в общем-то, идет просто описание достоинств теста. Но, что интересно и ценно, на мой взгляд, то, что у Минутка в конце есть отзывы, которые он не стал как-то, видимо, зачищать, и поэтому они позволяют, скажем так, получить еще какую-то информацию. И вот один доктор, видимо, пишет в 2020 году, прелестные вещи, этот нейротест для подбора нейролептик, восприцательный знак. Ну, то есть, видимо, как-то все-таки оценил прикладное значение. Я с Клюшник, вот Татьяна Павловна Клюшник, о которой я упоминал, как-то об этом говорила на конференции. Поднимание проблемы нулевой, как и следовало ожидать. Ну, видимо, это ирония. То есть, налицо аутоиммунное заболевание, внезапно выздоравливают шизофреники после пересадки костного мозга, но лечить аутоиммунные проблемы психиатрам религии не позволяет. И потому подберут нейролептики по нейротесту и множество смайликов. Ну, я так и понял, значит, это все-таки ирония. То есть, интересная, тем не менее, интересная постановка вопроса, что действительно, возможно, пересадка мозга, ну, что она излечивает, получается. Потому что красный костный мозг, он источник, значит, лимфоцитов, да, соответственно, любых-любых клеток, в том числе лимфоцитов, да, и решая вопросы, аутоиммунные вопросы, они решают, как следствие, они решают проблемы с шизофренией или другими заболеваниями. Но, опять же, если исходить только из того, что, или так лучше сказать, исходить из того, что аутоиммунная теория все-таки верна. Потому что, если она не верна, то пересадка красного костного мозга ни к чему не приведет. Ну, и такой негативный тоже отзыв, что полная, в общем-то, ерунда, особенно нейронный тест, пустая трата денег, шизофрению встает на основании патопсихологического исследования, беседы анамнеза. Видимо, все-таки врач пишет, особенно с детства, ЭГМ можно, чтобы исключить эпилепсию, МРТ, чтобы исключить опухоль, а так опытному психиатру картина и так и сна. Ну, то есть, не убедил доктора вот такая информация. Вкратце, вот что хотел сказать по аутоиммунной теории и какие на сегодняшний день есть, скажем так, варианты диагностики и подтверждения этой самой теории. И немножко о том, что можно приложить в этом случае. Благодарю за внимание.